всем привет на paper boys с вами марк троман и сегодня я буду вам рассказывать про свои изменения в моей жизни за последнее время это очень клёвая тема она уже такая была и мне нравится что эта тема повторяется потому что это отличный шанс отличный повод всем нам рассказать о чем то что нетрансгендерность потому что это очень очень приятно показывать какие-то свои другие стороны жизни показывать людям то что мы не только трансгендеры то есть это не все что в нас есть а еще и мы наполнены какими-то другими занятиями и хобби и у нас очень много всего интересного в жизни происходит окей на самом деле несмотря на такое красивое вступление я не особо знаю что вам рассказать могу сказать самое 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 классное что со мной произошло буквально около месяца назад или может чуть поменьше в общем я набил татуировку свою первую татуировку в жизни и сейчас вы поймете почему эта татуировка это очень важно да потому что это слово стихи почему я решил ее набить потому что я поэт и если среди вас есть люди которые меня давно смотрят они знают то что стихи это моя жизнь я пишу стихи и это мой основной род деятельности который у меня будет такой до самой смерти я поэт стопроцентный поэт и я никогда не прошу их писать и это основная моя миссия в этом мире я это чувствую всем всем своим телом всем своим нутром всей своей душой вообще что я рожден писать стихи и поэтому я был очень рад сделать эту татуировку и эта татуировка она мне дала очень много позитива и она мне подарила какую-то эйфорию даже то есть когда я ее только сделал я почувствовал что я на верном пути позвольте мне прорекламировать свою группу со своими стихами вконтакте ссылка будет в описании спасибо если кто-то из вас читает мои стихи и если вы перейдете и подпишетесь это будет очень очень круто потому что это самое ценное что может быть у меня второе классное событие произошедшие со мной даже не события просто так вышло что я теперь снова играю на фортепиано я играл когда мне было очень мало лет и я думал что я вообще не музыкант что я вот бросил играть я больше не буду никогда к этому возвращаться но почему-то сама судьба меня ведет прямо к этому и я перевез свой синтезатор вы видели его в моих видео уже наверняка я его вез из сибири и в итоге все прошло успешно и я теперь играю на нем и я очень очень сильно рад да если кто-то из вас смотрел мое видео там было что-то про планы на новый 2018 год я там сказал то что я займусь своим переходом своим пасом я займусь всем что связано с трансгендерностью хочу посвятить этому год как то так выходит что пока что подобных изменений у меня нет вообще я вообще с тех пор еще ничего не сделал во благо своего паса во благо своего перехода вообще еще ничего не было сделано и я надеюсь то что это будет недолго потому что как-то я не знаю я был так настроен на то чтобы заняться именно вот этой трансгендерной частью своей жизни в новом году а получается так что занимаюсь творчеством в новом году и это тоже круто и я очень хочу в этом развиваться все такое но очень странно что я до сих пор ничего не сделал но сейчас будет такое не очень не очень положительное но новшество в моей жизни так сказать точнее она уже была когда-то но вот сейчас ко мне вернулась дисфория вы представляете я не знаю у меня было все хорошо я был так счастлив что я на гормонотерапии что я выгляжу как парень что мне сломан голос и что все круто и тут у меня опять вернулась ендерная дисфория и теперь я трачу свое время на то чтобы погрустить и теперь я каждый божий день на протяжении кого-то времени я не знаю точно но там больше недели я заставляю себя жить счастливо этот день они грустить не лежать в кровати очень странно все получается вот что-то я тут разговорился уже так что спасибо вам за просмотр этого видео наверняка нам получилось немножечко необычным но надеюсь кому-нибудь она понравилась вот еще раз ссылка на мои стихи в описании я думаю что каждый раз когда будет происходить эта тема я буду говорить про свои стихи кстати у меня есть информация для людей из санкт-петербурга если вы любите перформансы и если вам хочется как-то разнообразить свою жизнь сходить на какое-нибудь клевое интересное мероприятие то я и мои друзья очень хорошие мы проводим перформансы в музее звука в арт-центре пушкинская 10 может быть вы слышали о нем там где еще улица джона леннона обычно так все узнают мы проводим их каждый месяц и я был бы очень рад вас видеть на них и было бы круто если бы вы приходили звали своих друзей потому что мы правда стараемся и мы хотим увеличить нашу аудиторию и я думаю что это было бы здорово если вы пришли и посмотрели чем я еще занимаюсь помимо того что я снимаю видео на youtube что я скину ссылку на группу наших перпоп перформансов наших ивентов в описании тоже если вы санкт-петербурга пожалуйста приходите пожалуйста зовите друзей я буду вам очень сильно благодарен потому что опять же мы очень хотим чтобы наша аудитория расширилась спасибо огромное за просмотр этого видео и встретимся с вами как всегда через неделю следующее воскресенье на пейпбой всем пока